Всем привет, дорогие друзья! С вами Еженовости, проект, в котором я рассказываю про самые интересные события из жизни Локомотива за последнее время, а также события в российском или мировом футболе, которые так или иначе наш клуб касаются. В сегодняшнем выпуске обсудим игру против Нижнего Новгорода, выход Томаса Цорных журналистам, эпопею с уходом Александра Самедова из клуба и многочисленными интервью вокруг этого, а также вновь затронем проблему с судейством, который никак не покинет российскую премьер-лигу. Начать, правда, хочу не с российских реалий, а как раз вот с мирового футбола. Только что закончился матч Манчестер-Сити-Реал, который мы посмотрели вместе на Твиче. Было прикольно и весело. Карим Бензима фантастический и, конечно, заслуживает золотой мяч. Однако, если бы не ваша компания, мне было бы тяжело смотреть эту игру, представляете? Уже давно поймал себя на ощущение, что заграничный футбол не увлекает и не торкает так, как это было в детстве, когда я зачеркивал дни в календаре и в 22.35 бежал к телевизору, чтобы включить НТВ и посмотреть волшебную лигу чемпионов. Увы, я уже не тот ребенок. Мне, например, сейчас легче проснуться в субботу в 11 утра, чтобы посмотреть очередной матч UFL 2 с участием Локомотива 2005 года рождения на очередные голы Батракова и Ракова, чем выдержать 2 часа, пускай даже очень высококачественного, каким был матч Манчестер-Сити-Реал, но европейского футбола. Однако, чтобы быть в курсе мировых тенденций, все-таки игры такого уровня смотреть надо. И я себе придумал небольшой лайфхак, как быстро и гарантированно повысить себе интерес к игре. Делаю я это, конечно, с помощью нашего партнера компании FONBED. Вот, например, матч Ливерпуль-Вилья-Реал. К моменту, когда выйдет это видео, вы уже будете знать его исход. Но сейчас для меня это дело будущего. Мне нужна такая ставка, исход которой будет понятен только на 90-й минуте с финальным свистком. Такая, чтобы держала меня в напряжении. Конечно, ставить на победу Ливерпуль это моветон. Нужно что-то более рисковое. И FONBED предлагает очень много вариантов. Я, наверное, остановлюсь на тотал меньше 2,5. Что Ливерпуль с Интером, что Вильяреал с Баварией. Это тотал в 4-х матчах в предыдущей стадии пробить не могли. Я совершенно не боюсь проигрыша. Ставка по деньгам минимальная, но эмоции она мне подарит массу. И я знаю, что завтра я буду смотреть футбол и радоваться каждому промаху с любой стороны. Если они начнут забивать, я посмотрю хороший футбол. Если они будут перекатывать мяч в центре поля, я получу денежный бонус. Я в выигрыше в любом случае. То же самое можете сделать и вы. Ведь компания FONBED дарит бонус в 2000 рублей каждому новому пользователю мобильного приложения, которое можно скачать, перейдя по ссылке в описании и введя промокод ЕЖЕЛОКО при регистрации. С этим способом даже матч УФА-Урал может заиграть новыми красками, не то что Лига Чемпионов. Пользуйтесь, но с умом. Если вы хотите разбогатеть, ничего не делая, то станьте лучше руководителем судейского корпуса в Российском Футбольном Союзе. Итак, по традиции начнем с матча, проведенного Локомотивом накануне. Огненную игру Сочи я разбирал в предыдущем видео и пришел к довольно оптимистичным выводам, что команда не находится в ступоре и штопоре, а вполне себе управляема. Плохо ли? Хорошо ли? Нам предстоит это установить, но тренеры вносят коррективы в игру Локомотива, а игроки к ним прислушиваются и стараются выполнить задумки на поле. Одним из итогов игры Сочи стала дисквалификация Яна Кухты на две игры. Что там было на две игры, лично я не понимаю, но факт есть факт. В связи с чем тренерскому штабу пришлось снова раскидывать мозгами. Прямой замены Яну в команде нету. В теории роль нападающих могли исполнить Исидор или Керк, или оба сразу. Но оба гораздо полезнее на пространстве и на флангах, где могут обыгрывать один в один, смещаться в центр под прострелы и навесы. Нападающим мог бы выступить и Рифат Джамалединов, он с этой ролью знаком, хоть и не очень успешно ее исполнял, что в Локомотиве, что в Рубине. Тренерский штаб выпустил всех троих, да еще и Максима Петрова отрядил к ним. На послематчевой пресс-конференции Заур Хапов сказал, что Петров играл нападающего, но это не совсем правда. Нападающими играли все из этой четверки, а схема была кристально чистым воплощением 4-2-4, в которой финальная четверка выстраивалась в одну линию. Исидор левее, Керк правее, Петров прессинговал чуть выше, Рифат подбирал мячи чуть ниже, но в целом можно зафиксировать, Локомотив вышел играть в четыре чистых нападающих, и это нисколько не преувеличение. Хотя играть, как особо-то и не получилось. Баринов и Карпукас не справлялись с тем, чтобы выходить из-под прессинга и снабжать атакующую линию мячами. Было, конечно, чуть попроще, чем Сочи, но все же до системного создания моментов начало доходить только после того, как мяч после очередного прессинга действия Петрова отскочил к Рифат, а он взял да ударил точно в угол из-за пределов штрафной. Вот дальше и до момента примерно удаления Берковского Локомотив владел безраздельным преимуществом и мог забивать еще и еще и еще. Забил только однажды. Исидор разогнал атаку паса на Керка, тот зрячий отдал в центр на Рифата и затем все счастливо обнимались, праздновали у южной трибуны. Это был один из многих моментов. Исходу вспоминается, например, еще три, которые были обязаны заканчиваться взятием ворот. Выход Исидора один на один, пас Исидора под удар Рифата и вход Керка в штрафную под углом. Хороший удар, и там еще Петров или Рифат Жамалединов добивали, но Нигматуллин снова спас. И даже это не все. Перехваливать Локомотив, конечно, не стоит. Чуть больше везения Нижнему Новгороду и они могли уйти с 2-0 на 2-2 в меньшинстве. Дежурный гол с углового Локомотив пропустил вновь. И это уже не вопрос того, что у Локомотива какой-то там низкорослый состав, как в свое время говорил Дмитрий Ласьков. Родриго в прошлом матче или Кирилл Кравцов в этом ни с кем не боролись. Никого не перепрыгивали. Они просто в центре штрафной подбежали и в абсолютном одиночестве расстреляли Гильерме. Как думаете, умеет ли Зенит подавать штрафные, если там ребята, умеющие играть головой? Что-то мне подсказывает, что, наверное, все-таки есть. Нижний Новгород, хоть и не давал никому спуску в последний месяц, все же предстал командой, которая приехала защищаться, а не играть в футбол. Глядишь, если бы у них было чуть больше Энинов, то и проблем у Локомотива было бы больше. Однако игра, несмотря на довольно нервную концовку, оставила все же приятные ощущения. Мы вновь убедились, что Локомотив теперь умеет взламывать команды, стоящие на своей половине поля в жесткой обороне, и создавать множество моментов для взятия ворот. Привыкнуть к этому даже сложнее, чем к тому, что у Локомотива дырявая оборона, готовая пропускать в любой момент. У Исидора оборвалась его голевая серия, но он по-прежнему крайне активен, и если не забивает сам, то, по крайней мере, создает моменты для партнеров. Вновь хороший матч провел Керк, и, наконец, отметился результативным действием. Да и удары его стали гораздо опаснее, чем, например, это было в матче Сочи. Приятнее всего, наверное, то, что по этому матчу невозможно никому предъявить каких-то адресных претензий. Все сыграли на достаточно хорошем уровне. Кто-то лучше, кто-то просто среднее, но никто не сыграл откровенно плохо. Даже люди, которые привыкли после каждого матча ругать в Мампасе по любому поводу, и то слегка поутихли. А в запасе тем временем появились Антон Миранчук и Станислав Макеев. На поле уже второй раз вышел Даня Куликов. В коротких видосах с тренировок мы видим, что и Сергей Бабкин здоров, и Камано в общей группе занимается. Лазарет фактически пуст. И это в любом случае хорошо, как бы вы не относились к Куликову. Впереди пять матчей, важно подойти к ним со свежими силами и головой. Ментальная усталость не раз уже губила локомотив в концовках отрезков. Вполне может статься, что именно свежая голова и желание проявить себя у Стаса или Антона и станут решающими в этом отрезке. В любом случае, я был очень рад видеть их на поле, на разминке, и надеюсь, что в Питере кто-нибудь из них уже потрогает мяч в официальной игре. После матча с Нижним Новгородом случилось неслыханное. К прессе вышел сам Томас Цорн, который, как оказалось, умеет говорить не только с глазу на глаз с Нобелем Арстамяном, а и с целой оравой различных журналистов. Просто и доходчиво ответил на их вопросы, после чего эта пресса спокойно собрала свои пожитки и ушла. Никаких набросов, никаких глупых инсайдов, никаких попыток в очередной раз найти распил. Просто получили дозу информации, написали ее для своих там различных изданий и поехали искать Чернуху в других местах. Благо ее сейчас много. Именно так это все и должно было работать. Грустно, что мы дошли до этого только к концу чемпионата. Можно было все это делать еще в прошлом августе. И Локомотиву, и особенно его болельщикам, было бы гораздо-гораздо проще. Но лучше уж поздно, чем никогда. Что же такого сказал Цорн на этой импровизированной пресс-конференции? Во-первых, Томас рассказал, что Локомотив планирует продлить контракт с Гильерми. Это интересный момент, особенно в свете того, сколько игровой практики получил Даня Худюков в последнее время. Вполне можно было, например, пойти в Абанк и довериться Худи, сэкономить довольно немаленькую зарплату Гильерми. С другой, Гиля в порядке. Вратари могут играть и до 40, а вратаря лучше, чем Гильерми в лиге так и не появилось. Возможно, появились не хуже, но это тоже еще нужно доказать. Я думаю, вполне разумно давать Гильерме годичные контракты. И, скорее всего, он уже не будет так сильно артачиться, как это было 3 года назад, когда Кикнадзе на встрече с болельщиками устроили какую-то клунаду. Травмы и возраст все же дают о себе знать. Да и шантаж с каким-нибудь Спартаком уже не пройдет. При этом надо понимать, что Гильерми не сможет провести все 30 матчей чемпионата. Уже несколько лет Гиля позволяет второму вратарю Локомотива, до этого Коченкову, теперь Дане Худюкову, играть от 5 до 10 матчей в сезоне. Так что практику Худюкова будет наверняка. Ну что, окей, принимается. Далее Цорн оценил всех новичков и призвал не слишком ругать Мампаси и Бека-Бека, которые пока не показывают того уровня, который ожидают болельщики. А также Тикнезяна, который очень переживает по поводу своих красных карточек. Сказал, что бюджет у Локомотива на следующий сезон подтвержден и будет таким же, как и все предыдущие годы. Впрочем, это не точно. События в России меняются очень быстро, и с бюджетом, с деньгами тоже все может очень быстро поменяться. Впрочем, это все лирика. Интересный момент у Цорна был про Казанку, Ласькова и Пашинина. Перед игрой вышла небольшая реплика Ласькова, мол, ждем звонка от Цорна, которую представили, будто бы Ласьков и Пашинин ждут этого звонка уже там 3 недели, с тех пор, как их убрали из главной команды. Цорн на этой импровизированной пресс-конференции уточнил, что Ласьков не смог дозвониться до Томаса на прошлой неделе из-за отъезда Цорна из Москвы. И тот обещал перезвонить, но пока не успел. Пашинина и Ласькова хотят видеть в клубе, и от должностей кураторов направления атаки и обороны в Академии специалисты уже отказались. Теперь есть идея доверить им какую-нибудь команду, правда пока совершенно непонятно какую. И тут у меня очень много вопросов. Во-первых, где был Томас Цорн на прошлой неделе, что не мог поговорить с Ласьковым по телефону, а? Во-вторых, что за команду хотят предложить Олегу и Дмитрию в Локомотиве, если вовсю обсуждают вопрос оптимизации структуры и слияния молодежной команды и казанки. Под этом, конечно, надо понимать ликвидацию казанки, ибо игроки оттуда играть в молодежном первенстве не могут по регламенту. Да и отказываться от молодежной команды в принципе нельзя. Есть, впрочем, сложные махинации, при которой вся нынешняя молодежка уйдет в казанку, в молодежке создадут новую команду на базе UFL-1 и UFL-2, а в UFL заявят уже кого попало, благо молодежи в двух отделениях Академии навалом. Возможно, когда выйдет видео, Локомотив уже что-нибудь придумает и объявит, но пока лично я теряюсь в догадках, и ни один из вариантов решения, которые мне приходят в голову, мне не нравится. Важным событием прошлых недель стало большущее интервью Александра Самедова и многочисленные реакции на него со всех сторон. Для тех, кто не в теме, Александр Самедов стал одним из первых назначений нового руководства Локомотива, Плутника и Леонченко. Его с помпой презентовали еще в январе прошлого года, когда не было никаких немцев, когда из Академии только ушел Владимир Кузьмичев и его люди, которые занимались селекцией на всех уровнях. И вообще, кажется, в какой-то очень далекой прошлой жизни, когда казалось, что у Локомотива теперь-то все наладится. За эти полтора года Александр Самедов не сделал ничего, что бросалось бы в глазах даже с пристальным взглядом. Я, как человек, который более-менее следит за юношеским футболом довольно плотно, сходу смог назвать только три фамилии, которые пришли в молодежные команды Лока и хоть как-то заиграли. Это Егор Елисеенко, который безуспешно пытался забить всю прошлую осень, Даня Попов, который пришел этой зимой и, в принципе, неплохо начал себя показывать, да Марат Бокоев, который еще там прошлой зимой пополнил казанку. Никто из них пока не рвется в основу, это мягко говоря. Марат Бокоев тот же на прошлых выходных забил в свои ворота два мяча, а казанка закончила 0-6. Такой вот печальный и символический итог работы Александра Самедова. Самедов в интервью наговорил много странного, например, о том, как он нашел Михаила Щетинина в команде 2005 года рождения и перетащил его в молодежку. На секундочку, Щетинин это капитан сборной России по своему году, а команда UFL-2 это лидер вообще всего сезона. Найти Щетинина было не так сложно. К слову, там, например, еще Вадим Раков играет, в принципе, его тоже можно было найти. Или о том, как меморандум о непереманивании футболистов московскими академиями мешал ему работать и приходилось искать футболистов по всей России. Правда, почему-то много талантов он нашел в Балашихе. Первая часть интервью Самедова пестрит самоуничтожающими комментариями для любого, кто хоть как-то погружен в сферу детско-юношеского футбола. Вторая часть интервью уничтожает его уже как человека, который способен вообще хоть с кем-то договариваться. Самедов разнес всех и вся, от бывшего руководства до коллег, агентов и предшественников. На должности, которую занимал Самедов, самое важное было уметь договариваться, использовать связи, свое имя. Самедов за полтора года стал персоной Нонграда, одновременно и для Цорна, и для Шпенева. Два абсолютно полярных лагеря. Для этого, конечно, нужен был особый талант. Разумеется, на это интервью вышло немало откликов. Шпенев и Кузьмичев разнесли Самедова как специалиста, а Полина Лельчук другой. Агент рассказала о харассменте с его стороны и рассказала о том, как он переманил ее футболистов к другому агенту. Инсайт Телеграм-каналы и вовсе рассказали, что увольнение Самедова случилось по банальной причине. Приход нетрезвым на работу. Верить или не верить, дело ваше. Были, впрочем, и положительные отклики. Те самые футболисты, Евгений Морозов и Артем Карпукас, которые перешли от Лельчук к просамедовскому агенту, выступили чуть ли не с одинаковой речью о том, что прошлый агент ничего не делала, а Самедов им очень помог, да и вообще. За Александра вступилась даже Ольга Юрьевна Смородская. Для нее Александр это кристально честный и чистый человек. Она не удивлена, что он не смог сработаться в этом бардаке, устроенном немецкими проходимцами. В целом, ничего удивительного. Всей правды мы, конечно, не узнаем. Не все так однозначно, и вообще, где вы были 8 лет, пока разваливали локомотив? Честно говоря, даже копаться во всем этом не хочется. Хочется, чтобы локомотив получил человека, который будет заниматься своей работой, искать молодых ребят, хороших тренеров. И сделал бы Академию Локомотив такой сильной, какой она только может быть. Кандидатура Самедова изначально была очень токсичной. И как показало вот это вот большое интервью, токсичность эта зашкаливала за все возможные барьеры. Ну и давайте совсем коротко о судействе. Эту тему я уже как-то затрагивал в еженовостях, и она получила продолжение. Ашот Хачатурянц, некогда глава судейского корпуса РФС, а теперь глава всей российской премьер-лиги, вдруг неожиданно вскипел после очередных, вполне бытовых для российской премьер-лиги ситуаций. Ну, подумаешь, Алексей Матюнин удалил игрока крыльев советов, поставил пенальти, засчитал гол, которых не должно было быть. По мнению Хачатурянца, судьи неправильно себя повели не только в этом матче, но и в матче Ростов-Спартак. Удивительно, что Хачатурянц сделал это, не дождавшись даже окончания матча, не то что оценки экспортно-судейской комиссии. Напомню, что сам Хачатурянц не является судьей и даже хотя бы бывшим профессиональным футболистом, как Володь Кабостров. Однако свое мнение по поводу трактовок правил футбола имеет и не стесняется их высказывать, а затем председательствовать в той самой экспортно-судейской комиссии. Довольно странная ситуация, получается, при которой глава судейского корпуса сначала выносит вердикт, а уже затем члены ЭСК должны как-то вынести свое суждение о моментах. Как думаете, какой шанс, что их мнение не совпадет с мнением, озвученным ранее главой? Тут ведь и на диктатора лжи можно залететь невзначай. Забавно, что Хачатурянц затем на матче ТВ попытался оправдаться и сказать, что его не так поняли и вообще все это фейк. Правда, что именно не так поняли и что именно является фейком, он не пояснил и в лучших традициях российской политики рассказал, что пришло время засучить рукава и взять все под личный контроль. Будто три последних года судейство находилось у нас на аутсорсе. Ничего хорошего не жду. Вон и поставщик ВАР, компания Хок-Ай, отказывается от работы в РПЛ, из-за чего уйдут офсайдные линии. Я не сказать, что сильный фанат того, как у нас реализуется ВАР, но все-таки немножечко грустно. Где-то уже нейросети определяют офсайд, а у нас теперь будут на глаз по монитору с линейкой. Нам, болельщикам, остается только молиться, чтобы на следующую игру нам не назначили Турбина, Мешкова или еще кого похуже. Иначе вместо футбола можем увидеть очередную клоунаду с 20-минутным просмотром ВАРа, свистками каждые 30 секунд и удалениями на ровном месте. Но согласитесь, было бы странно, если бы в России загибался футбол, а судейство при этом процветало. Даже тот факт, что у нас есть Анастасия Пустовойтова и Сергей Карасев уже удивителен. Российских футболистов, играющих в финале Олимпиады или в Суперкубке Европы, что-то как-то не наблюдается. Эта песня о судействе будет вечной. А вот мое видео подошло к концу. Если понравилось, лайк. Если не понравилось, гневный комментарий. Подписывайтесь, где хотите подписаться. Отписывайтесь, если я сказал что-то не то. Управляйте, как говорится, своей жизнью сами. С вами был Тим. Пока!